Привет, YouTube! Это я, и это мой французский канал. Как вы могли заметить, я нахожусь сейчас во Франции. Предугадывая ваш вопрос, а как же ты там оказался, я расскажу вам. Я проснулся утром в Санкт-Петербурге и подумал, а ведь стало как-то скучно жить, нужно что-то менять. Так как менять ничего мне не хотелось, я решил отправиться в путешествие. На YouTube есть много видео, как дешево добраться в Париж. Мое видео не об этом, оно о том, как добраться в Париж максимально дорого и долго. Итак, вы берете билеты не из того города, в котором вы находитесь. Я находился в Санкт-Петербурге, поэтому я взял билеты из Москвы. Как можно добраться до Москвы? Можно взять билет на плацкарт какого-нибудь поезда, который будет идти 9 часов. Я же взял билеты на Сапсан в бизнес-класс. Итак, я добрался до Москвы. Поезд прибывает на Ленинградский вокзал, и нам нужно добраться с Ленинградского вокзала на Белорусский, потому что поезд в Париж отправляется с Белорусского вокзала. Я мог поехать на метро, но нет. У нас видео о том, как дорого добраться. Я вызвал такси. Поезд Москва-Париж. В нем существует три вида вагонов. Это купе, СВ и люкс. Плюс в купе у вас есть кондиционер, вы можете регулировать температуру, которая вам нужна. Также можете в купе помыть руки, потому что в купе есть умывальник. На этом все плюсы заканчиваются. Я же рассчитывал на Wi-Fi в поезде, потому что в интернете писали, что он есть. Но мне сказали, нет, в поезде нет интернета и не будет. И я охуел. Два дня без интернета это пиздец. Поезд Москва-Париж пересекает границы четырех государств. Беларусь, Польша, Германия, Франция. Время в пути, как я уже сказал, составляет 38 часов. Это может показаться кому-то долгим, но это может, наверное, показаться только тем людям, которые ценят свое время. У меня времени дохуя, поэтому потратить 38 часов на поездку в поезде я могу себе позволить. Чем я занимался в поезде? Я читал книгу, я смотрел сериалы, посмотрел несколько фильмов, сидел в интернете, я взял роуминг, не могу жить без интернета. Также я слышал, слушал, о чем говорят в соседнем купе. Я не хотел это слушать, но так как там слышимость хорошая и они говорили громко, мне приходилось это делать. Пока я ехал в поезде, я думал, что я запишу вам очень интересное видео, я там какие-то факты даже записал на телефоне, что интересного рассказать, что произошло. Но я записываюсь сейчас на этот телефон и не могу посмотреть, что я там составил, какой план. Это первое. А второе, у меня пиздец, как затекла рука, вот эта, на которой я сейчас лежу. Поэтому я подытожу. В Париж максимально дорого и максимально долго вы можете добраться на поезде. Проебете 38 часов своего времени, чтобы посмотреть в окно на пейзажи. Большое вам спасибо за просмотр этого охуенно полезного видео. Я обещаю, что на моем канале будут только такие видео. Да, и кстати, теперь мой канал туристический, он больше не кулинарный и не музыкальный. Мне теперь интересно путешествовать и рассказывать вам, как же это классно путешествовать.